Никогда не знаешь, какую могучую историю может хранить в себе обычная мелочь. Например, камешек на дороге. Может, когда-то давным-давно он был частью большой скалы. Или это осколок городской брусчатки. Но в нашем городе таких вопросов чаще всего не возникает. В верхнем городском саду находится так называемый сад камней. В нем целых 60 экспонатов, привезенных из разных уголков мира. А началось все с простой идеи о самом необычном сувенире. В далеком 2001 году краевед Арсен Бабурин вместе с группой занимался в Карачаево-Черкесии водным туризмом. И в конце долгих спусков и подъемов возник вопрос. А что взять с собой на память? Обратный путь. Мы пришли взять с собой такую сувенир. Думали, какой. Ну, кто-то бил, это лезь, шишечку, да, кто-то веточку, гербарик. Мы пришли с собой взять камень. Обратно в город группа туристов возвращалась на машине. Поэтому камень больших неудобств не доставлял. А самый большой путь на руках он проделал от Рязанского вокзала до квартиры краеведа. Притом вначале расположился он не в Верхнем городском саду, а рядом с главпочтампом. И только потом, с разрешения городской администрации, камень переместили на его законное место. Большой Зеленчук, Карачаево-Черкесия, май 2001 года. Наверное, этот камень по праву можно считать одним из самых главных здесь. Именно он стал первым экспонатом в этом Большом саду камней. Сейчас в Верхнем городском саду уже 60 экземпляров разного размера и веса. Самый тяжелый, например, из Карелии. Он был неподъемным, и его попросту закатили в машину. Есть и так называемые дамские камни. Так их прозвал сам основатель сада Арсен Бабурин. Потому что они могут уместиться в женской сумочке. Там есть и потери, потому что, например, когда был сочинский француз, открытый Олимпиады. Вот у нас там был Олимпийский огонь через Рязани пробегал. А у нас как раз был камень из Сочи. Почему-то этот камень пролежал на буквально две недели. Здесь есть камни из Арабских Эмиратов, Израиля, Франции и даже Нового Орлеана. Говорят, что по этой брусчатке ходил сам Луи Армстронг. А буквально несколько дней назад, после того, как этот камень привезли в Рязань, в Новом Орлеане случилось наводнение, и часть города затопило. Но это не единственная интересная история. Самое интересное, наверное, камень. Это камень из Красной Площади. Вот это было действительно такое событие небольшое. Удалось привезти мне, когда я просто гулял по Красной Площади. Приехал к своим друзьям, был в свободное время, гулял по Красной Площади. И смотрю, а там революкирует брусчатка. Ну, это вообще сам остались. Краевед подошел к строителям и попросил у них такой уникальный камень. И, к его удивлению, брусчатку ему действительно передали. И Рязань пополнил еще один экспонат. Что примечательно, у такого сада камней было очень необычное открытие. Например, вот эту поляну мы направили. Если камни поставили, накрыли парашют. Как правило, когда что-то открывают, приезжают ленточку или срывают покрывало. А тут покрывало было снять. Невозможно, просто не было такого покрывала, чтобы накрыть сразу всю поляну. Вот эти три камня. Накрыли парашют. Парк открылся уже давно и существует по сей день. Сейчас в любой момент можно прикоснуться к частям важных элементов других мест и городов. Ощутить на себе чужие истории и пропустить их через себя. К тому же, как писал фантаст Филипп Дик, память хранится в людях, а не в вещах.